Сейчас за моей спиной развернулся огромный комплекс завода, перерабатывающий молоко, зерно и мясо. Но 26 лет назад о такой махине можно было только мечтать. Еще тогда, в 90-е, сюда приехали немцы с гуманитарной помощью. Они предложили привезти из Германии передвижной мясокомбинат. Первые сотрудники прошли обучение и уже на четвертые сутки после того, как комбинат появился в селе, выпустили первую партию колбас. Тогда за сутки завод переработал полтонны мяса. Сейчас же производственные мощности позволяют перерабатывать 7 тонн сырья за смену, то есть за 8 рабочих часов. Сегодня на предприятии трудится 200 человек, каждый из которых дал клятву никому и никогда не раскрывать секрет вкуса колбас. Наша продукция качественнее, чем Германия. Хотя мы работаем по их технологии, но это связано с животноводством. Все-таки у нас годами выращивают скот, хотя у них скот выращивается гораздо короткий срок. Это понятно, что там всякие добавки, а у нас все-таки чистое мясо. Впрочем, секрета нет. Все дело в качественном экологически чистом мясе. Свинину и говядину фермеры везут со всего Алтайского края. Колбасы готовятся по домашним рецептам без добавления сои, крахмала и муки. Вот на примере докторская колбаса. Все ее знают, это гостовская колбаса. Здесь 40% говядины и 60% свинины. Сухое молоко мы добавляем, яйцо и специи. Ежегодно брюки увеличивают ассортимент своей продукции. В этом году появились такие позиции, как колбаса полеская, праздничная, ветчина, колбаски для жарки без нитрита натрия, розничная торговля по краю, в близлежащем регионах Новосибирске, Омске и даже Москве. Причем активно развивается не только мясное производство, но и молочное и хлебопекарное. Москвичи особенно любят алтайский сыр из немецкого района. Чтобы качество всегда было на уровне, модернизируют оборудование. Так в мае этого года поменяли оборудование в пельменном цехе. При модернизации цеха произошло увеличение производительной мощности. До этого мы могли производить 200 килограмм в смену, теперь мы можем производить 500 килограмм и более. Обработать такое количество мяса – почти героический труд. На заводе работают ветераны, знатоки своего дела. Павел Рейзи у станка уже 18 лет. Работа обвальщика-жиловщика – одна из тяжелых на производстве. Ежедневно через его руки проходят 800 килограммов мяса. Мне нравится, я не хочу, даже на другую работу предлагали. Я здесь работаю 18 лет и никуда не уходил. Предприятие социально активное. Соцпакет, условия труда. Не зря многие работают с момента основания завода. Та же технолог Татьяна Фоменко трудится здесь 26-й год с момента основания. Кстати, брюки переводятся с немецкого как «мост». Изначально это название символизировало дружеские отношения между Германией и Россией. Теперь же давний союз перерос в качество с 10-летней историей и традициями за плечами. Елена Хорошавцева, Алексей Шаульский. Новости.